Старт производству дал губернатор края. По мнению Вениамина Кондратьева, запуск такого предприятия – это яркий пример сотрудничества власти и бизнеса. Проект полностью отечественный, а значит район получит дополнительные налоги в бюджет. Это, наверное, первый шаг в вашей отрасли, а в Краснодарском крае еще один шаг в сторону импортозамещения, настоящего импортозамещения. Ведь сегодня надо признать, что крепежные изделия у нас закупаются из Китая, Тайваня и еще туда. Но от того, что вы здесь открылись, они закупаться не перестанут. Вам предстоит конкурировать. И если вы лучше, если вы качественнее, значит вы займете свою нишу на полке. А может быть с этой полки вытести и другие крепежные изделия. Я хочу вас поздравить еще раз с открытием первой очереди завода. И что пожелать? Пожелать, чтобы не за горами была вторая очередь. Мы создадим около 100 рабочих мест на первом этапе. В вторую очередь уже завод вырастет до 200 мест. Ну и будет, соответственно, поступление налогов в краевой бюджет, в местный бюджет. Будем поддерживать социально и Белореченский организм, и Житуховское поселение. Вениамину Кондратьеву показали все стадии производства крепежей и провели экскурсию по цехам. Все они оснащены современным оборудованием. А для проверки качества изделий на каждом этапе имеются специальные лаборатории. С точки зрения технологической линии современной. И дай бог, чтобы он был еще и успешным. С точки зрения маркетинговых всех возможностей. На самом деле занятия определенные ниши, а может быть даже большие ниши на рынке, сегодня у этих крепежных изделий. Мы уже интересуем этот альянс и нами. Уже из-за дали есть интерес. Кстати, все сырье на предприятии поставляют из Абинского района. В Годжи на заводе планируют изготавливать до 280 тонн готовой продукции. К слову, до этого почти 90% саморезов поставляли из Китая и Тайваня.